От обычных работников разных сфер до директора и государственных служащих в зале «Лепшие представники региона». С такими словами, долгодальником медалью и подяк президента, звернулся керавник в области Анатолий Лис. Медали Франциска Скарыны отримали три представники региона. Среди их директор 15-й середней школы Бреста Людмила Рощина. Педагог со стажем у 35-ти годов, с яких 16-ти на посаде керавника. Отповедная у знагорода не первая. Это самая высокая государственная награда, поэтому она самая главная. И я думаю, что она послужит стимулом для того, чтобы решать те задачи, которые поставлены перед образованием. Еще более активно, более творчески. Медали за працованные заслуги отримали одразу 17 джихаров в области. Старшини районных и городских виконавчих комитетов. Среди которых – керавник Бреста Александр Рогачук. Працовники будильничных организаций, директоры буйных предприятий и организаций. Державная у знагорода и у Александра Романовского, который изначально в Брестке ликюрогрилочный завод «Белалка». Не глядя на складанности эпидемиологичные, показчики предприятийства, по сравнению с минулым годом, амаль не сменились. Меняются там ценовые факторы у них, каждая страна защищает свой экспорт. Но, тем не менее, мы остались на том же уровне. В общем, экспорт у нас в этом году будет более 20 стран. Так само и для 17 представников Бреста, не подяки президента краины. В этот год особенно было сложно работать всем. И здесь, наверное, самый важный момент в том, что и в моей награде это достижение и заслуги очень большого количества людей в нашем районе. Минавито из-за таких адданных працы людей и уняпрости 2020 год удалось и заховать нядринные экономичные показчики. Подкреслю керавник в области Анатолий Лис. Анатолий Лис.